Не пойму Зачем вы сначала все отрицали Таисия Николаевна Вдруг его Жена подослала Ну, частных сыщиков у нас нет Вы давно встречаетесь С Артамоновым? Да Год и два месяца А где познакомились? Голоснул на шоссе То ли подвез Ясно Скажите, что вам Известно о его работе? О работе? Скрывал? Да нет Нет, что-то Считала по линии часов чего-то Говорит, управляю ходом времени Захочу назад, пущу Хохмел Ну, а какие-нибудь побочные занятия Приработки Ну, я аж ему неблаговерная Передо мной не отчитывался С неблаговерными порой откровенней Таисия Николаевна Не знаю Ну, хорошо Вернёмся ко дню гибели Артамонова Пожалуйста Ну, что я могу ещё рассказать? Ну, что Ну, побыл-то всего Ничего Потом позвонил домой И засобирался У вас городской телефон? Через восьмёрку Артамонов С женой разговаривал? У него что-то там Вышло С женой На почве ревности Он звонил её сестре О чём? Толя не хотела Идти к тёще А эта Аля разоралась Вот он и поехал И разбился Зинаида Яновна Вам опять звонил Лес Патулы Спасибо Да? Валерьянки нет, Шурик С вами сегодня Хоть аптечку заводи Ну, попробую Попробую что-нибудь найти Хорошо, ладно И вообще И вообще Это моё совершенно Личное дело Таисия Николаевна Я спросила лишь О характере ваших отношений Ну, что спрашивать-то? Что спрашивать? Ну, что вы от меня добиваетесь? Вы сами не понимаете Какие бывают отношения Если от жены гуляют? Я об этом Я об этом с мужчинами Говорить не могу Я лучше вообще ничего говорить не буду Китовик Николаевне Юика Николаевне Вот это Они Э Убий Ну Уж Уж Н Вы кто? Меня попросили с вами побыть немного. Хотите порошок? На кое мне зваться? Очень успокаивает. Спасибо. Ой, Валерень какая. Вы следовательша? Нет, я просто эксперт, но случайно в курсе. Меня посылали на место аварии для осмотра. Ой, и вы Толю видели? Да. Он сильно мучился? По счастью, нет. Все произошло мгновенно. И лицо почти не пострадало. Такое было мирное, как во сне. Он даже испугаться не успел. Ну, когда сюда ехали, мне этот брюнет показал, где? Обыкновенный поворот. Толя столько ездил и под дат ездил и с закрытыми глазами. Ну, и вдруг? Судьба, что ли? Да, странно. Вас как зовут? Тасьев. А вас? Зина. Очень приятно. Замужем? Замужем? Замужем. И как у вас? Ну, всяко бывает. Вот. Вот, Зина, везде одно. Они бесятся, а нам слезы. Кобели проклятые. Сколько мы за них мучаемся. Вы его любили? Это трудно сказать. Он, наверное, любил, если ли его. А другой раз глаза бы не глядели. Знаете, сперва он мне до того понравился. Совершенно удивительно. Чего-нибудь сделает и покраснеет. Представляете? Мишку привозил. Срок у меня не слезает. Такой ребенок ласковый. А теперь вырастется будет. Галина, мать его, как-то раз вы наказала. А он ей говорит, а Тася лучше. Так Толя потом едва отбрехалась. Какая такая Тася. Сперва все было хорошо. Да, сперва было хорошо. Правда, я чего серьезного и не предвидела, чтобы он там со мной формился и прочее. К тому же я его старше. А потом? Я не знаю, как рассказать. Что-то вступило, ему не угодишь. Это вы понимаете? Хочу, говорит, иметь полный кайф и прочее. А сам, ой, Зина, сам водку не пьет, душа не принимает. К верму-то насосется. Кайф, да? Ой, Зина, вы только, вы только не подумайте, он был хороший. Он был хороший, если там что-то про него затевает, это неправда. То ли был, то ли был очень хороший, очень хороший. Вот попроси, вот все отдаст. Такие подарки делал. Я совсем недавно вдруг вот ни с того ни с сего взял, мебель привез. Я даже вот как-то подумала, может, имею какую перспективу. И все-таки не к жене привез, а ко мне, правда. Думала, дом и поставляет. Господи, как его угораздило на том повороте. Еще порошок примите? Ой, да ну его горький. Зина, Зина, а что это меня про деньги спрашивали? Не знаю, Татья, я ведь не слыхала. Следователь спрашивал? И непонятно в каком смысле, я ведь чего и боюсь. Мне то ли отдал деньги на швейную машинку, у меня ручная развалюха, я ведь на нее тоже тратилась, верно? И пекла, и жарила, ну, можно я про них не скажу? Да я думаю, Татья, что это сейчас не главное. Вас, наверное, о другом станут спрашивать. Пудреница есть? Есть. Вот. А-а-а. Ой, действительно. Вы, Татья, рассказываете, ну, конечно, без этих подробностей, что у меня, но следователь человек порядочный и неприятностей вам не желает. Здравствуйте. Иди. Я сейчас, Паша, ну что, Зина? Да ничего. 20 минут и ничего? Тайной исповеди, Шурик. Толя с ним часто ездил. Служебные документы носил. Вы их видели? Документы? Добрато смотреть. Таисия Николаевна, женщины ведь наблюдательные. Ну? Как вам кажется, Артамонов приезжал прямиком из города или заворачивал еще куда-то в округе? Это трудно сказать. Ну, что в округе делать-то? А часто он звонил от вас? На службу или друзьям? Нет, все же нет. Галочка, задержусь. Работаю с Климовым. Я потом часто шутила. Приезжай поработать с Климовым. Соскучилась. Вам не случалось бывать у его знакомых или принимать у себя? Привозил. Привозил одного старика. Давно не помню, как зовут. Таиса Николаевна, барин такой с усами. Точно. Точно. И еще Антона. Это уже было весной. Друг, его тоже знаете? Знаю. Пожалуйста. Все, чтобы припомнить. Ну, то ли зараньше меня предупредил, что будет гость. Говорит, что, мол, все было на высшем уровне. Вот хорошо, у соседки свинья опросилась, но там пришлась кланяться. Вы знаете, я такого поросенка приготовила. Молочного, заливного. Пальчики ближе. Ну, парад, конечно, ныла. Извините, что тут держала. Так. Ну, как тебе то есть, а? Красивая женщина, замечательная хозяйка. Чего же еще желать в жизни? Благодарю вас за комплименты. Ну, что? Ну, Валерий, заплазни. Валерий. По повезти. Ну, прошу к столу. Чем богаты, тем и рады. Спасибо. Сначала гарнитур посмотрим. Хорошо. Сила. Ну, и зачем тебе все это? Как, зачем? Красиво. Приятно. Посижу о чем-нибудь, подумаю. Подумать тебе. Полезно. Я слушаю вас, Таисия Николаевна. Знаете, Атолий чувствовал свою гибель. Он был такой тоскливый, никак не хотел ехать. Да, вы уже рассказывали. Нет. Нет, нет, это то, чего я еще не рассказывала. Перед отъездом он зашел в кабинет. Таисия Николаевна. Чудно, да? Стираешь, стираешь. Турик, а что с тобой сегодня, а? Не твоего ума дело. Нет, а ты расскажи. Расскажи. Я тебя, я тебя пожалею. А? Я тебя пожалею. Хуже всего в себе держать. Оставь, Тася. Разве ты поймешь? Ну, почему не пойму? Очень даже пойму. Смотри. Я приехал отдышаться. В себя прийти. Можешь помолчать? Могу. Молчи. Сколько можно молчать? Можешь. 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 Я думаю. Можешь. Я, говорит, думаю. Не мешай мне думать. Представляете? Он как предчувствовал. Он как знал. Таиса Николаевна, умоляю вас не плакать. Поговорим о другом. Вот вы познакомились. Где? Голосовали ближе к вашему поселку или дальше от города? А при чем здесь поселок? Я к тетке ездила в Сосновку. Это по Киевскому. А на возвратном пути он меня и подсадил. Он был с чемоданом? Да. Да, что-то в ногах мешался. Знаете ли вы кого-либо из предъявленных вам людей? Да. Вот этот. Антон. Вы извините. Пожалуйста, Таиса, пожалуйста. ЗВОНОК. ПОДПИШИСЬ. ЗВОНОК. В минутку, подождите, пожалуйста. Опознанный, будьте добры встать и назовите себя для понятых. Бардин Антон Петрович. Товарищ Знаменский, это Артамонова. Простите, что мешаю вам работать, но каждый день неизвестности такая мука. Приедете? Да нет, приезжайте, раз вы так считаете. Я немного нездорова, так что в любое время застанете дома. До свидания. Что, сюда? Да. Галь, ну ты не бойся, это, наверное, с обыском. Боже, до чего же я дожила? Послушай, где у тебя письма, фотографии? Я унесу, чтобы не рылись. Ну, хоть что-нибудь. Да и нет уж, пусть обыскивают, мне прятать нечего. Галочка. Родная. Это ужасно. Но я должна тебе кое-что рассказать. Лучше уж я. Да, весьма пышная церемония. Ну, и велика вам радость, что Толя возил меня к своей бабенке. Возил, между прочим, на Волге, показывал дорогую мебель и так далее. Следовательно, вы знали о его второй тайной жизни. Один-ноль. И, безусловно, соображали, что дело нечисто. Человек вы не глупый, бывалый. Даже сиделый. Да, не скрою, поинтересовался вашим прошлым. Так что, представляете, что я за фрукт. Разубедитель, если не так. Ну, хорошо. Заложили меня тогда собственные коллеги. Два резвых молодых человека сдали органам, как слишком сильного конкурента. Ну, вы, вероятно, Павел Павлович, заметили, что я сел тогда, когда за валютные операции давали два года. Пока был за проволокой, казалось очень многим. Но едва успел приехать домой. Указ. До высшей меры. Читаю в газете. Те два резвых молодых человека пошли под вышку. Представляете мои чувства? Надеюсь, не только злораз. Да ну что вы, что вы. Был готов благодарить за подлость. Ведь, поймите, судьба подарила мне жизнь. И во мне, вы знаете, все как-то перевернулось. Даже возникло что-то мистическое, хотя, впрочем, я не суеверный. Да, думаю, стоп. Вот. Ну, далее что? Далее вспомнил свое музыкальное образование. Пристроился работать, женился. Ну вот. Теперь. Средние руки администратор в области легкой музыки. Хотя, как валютчик, я был гораздо талантливее. Зато теперь на какой боку лег, на том и просыпаюсь. Верю, но тогда я спрашиваю вас. Спрашиваю человека, который со всем этим покончил. Зачем вы путали меня разными баснями? Вот старый служак, который вел мое дело, твердил классическую фразу. Следствию все известно, советую признаться. Ну, а вы-то зачем? Следствию-то, видимо, ничего не известно. Вы не учитывайте одного обстоятельства. В происходящей драме главное действующее лицо это не погибший Толя, не вы, не я, а его жена Галина. Да, да. Ведь вам служба, мне семейные неприятности, а для нее, знаете, над ней просто небо разверзлось. Я не встречал человека более помешанного на честности и долгий. Ну, скажем, обычной женщине стыдно не иметь, ну, допустим, модного пальто. А ей стыдно иметь что-нибудь, чего нет у других. А? Каково? А чем плохо? В общем, ходячая добродетель, зеленая скука. Я к ней привязан. Выросла у меня на глазах. Она знает про судимость? К сожалению. Вознаграждение. И не верит в ваше перерождение? Она верит, что горбатого могила. Думаете, мы с женой сочинили версию про находку в расчете на вознаграждение? На Галина бы и не взяла ничего, ведь чужие деньги. Ее надо понять. Вот смерть, похороны, все это она перенесла стоически. Просто, знаете, ей, казалось бы, железный характер. А ведь свалить ее ничего не стоит. Вот расскажи ей тогда все про Анатолия скопом разом. И неизвестно, где ее искать. В психушке или под трамвайом. Так что голову мы морочили не вам, а Галине. Так что, вы знаете, осторожно на тормозах. Да, и потом ее надо было сдвинуть в смысле, будто бы это я, Анатолия, по своей дорожке потянул. Еще раз поближе к протоколу. Ну что ж, значит так. Узнав об аварии, я объяснил своей жене вероятное происхождение денег. При жизни Артамона она, естественно, ничего не подозревала. Совсем уж ничего. Ну разве только то, что Толя погуливает. Но этого было вполне достаточно, чтобы она рычала, как волчица. Ну так вот, мы взвесили реакцию Галины и изобрели историю с находкой. Так. Но вы еще прежде сымпровизировали заем на катер. Ну это вы сами спровоцировали, Павел Павлович. Притворились я таким дурачком. Грех было не попробовать. А то ведь Климов-то, знаете, это такой лакомый кусочек. Правда, я ошибся с суммой немножко. Вы имеете в виду его приятеля Муромского? Раскопали. Да, обидно, что не увлеклись этой версией, увязли бы как в болоте. Потому и не увлеклись. О Муромском вы слышали от Артамонова? Ну да, конечно. Климов то ли, то ли мне. Сколько усилий, чтобы пощадить нервы своей родственнице. Есть ехидное подозрение, что и вы щадите ее нервы. Следственная хитрость. Антон Петрович, а не проще ли было удержать Артамонова, чем теперь вот? Да прошляпил. Все время же в разъездах. Вот несколько месяцев был на гастролях, вернулся. Смотрю в глаза в разные стороны. Ну, поговорили. Объяснил ему, что он не создан для коммерции. Тем более с Галиной под боком. Попусту. Уже понесло. Нет, 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 нет. Не могу осмыслить. Как вторая машина. Да новая, понимаешь, новая. Москвич целый в гараже стоит. Никто с Толей не ехал. Вещи там его были собственные. Что же, значит, все время притворялся, все время лгал. Как же так можно жить с нечистой совестью? Многие так живут. Многие, многие. Многие, но не он. Он же не был таким. Раньше он же был хороший. Веселый, добрый, аля. Ты помнишь, как мы ездили первый раз на москвиче? Позапрошлым летом? Да, позапрошлым летом. Все, кто-то, 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 кто-то... Веселый, что-то, кто-то есть. Обратил внимание, как с места берет? Ну, заметил. Ну, ну... А тормоза какие? Слушай, Толя, я не автомобилист. Ну, Петрович, подожди, ты, погоди, погоди. Ты в такси ездишь. Неужели ты разница ничего? Чувствуешь? Чувствую. Там я коленками не упираюсь. Эй, Антон Петрович, это ж дрянь. К сравнению с моим жучком. Там заводская сборка, это ж тяп-ляп. Скорей, скорей, колеса крутятся и ладно. А у меня ручная подгонка, предел точности. Не движок имею. Хронометр. Ну как тебе, сынуля? Хорошо. Машина, нравится? Нравится. Нравится. Ну вот, теперь и крючку пивка не выпьешь. Да. За рулем. За рулем. Желтоклавная ночь, ты со мной, не подглядывай. Обнимей и укрой нас, махат и село. Я починю. Я починю. Я починю. Я все умею. Я все умею. Я все умею. Дяденька, починю? Обязательно починю. Заводи. Зачем? 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 Ну зачем ему все это? Да хоть бы спросить. Ой. Это давно началось, Аля? Года полтора. И ты знала? Ничего я не знала. Я б ему глаза выцарапала. Мне Антон уже после аварии сказал. Ну и Антон Петрович знал. И ничего не сказал. Этому нет названия. Как-то вам удалось разыскать несравненную тазь. Делает вам честь. Да, как это не смешно, но Анатолию все это было абсолютно ни к чему. Он был славный проститский парень. Очень любил жену, сына. Да. Ему бы слесарить или пахать, а он. Запросы самые непритязательные. Вот я в свое время мог, например, слетать в город Ереван поужинать. И получить при этом огромное удовольствие. Но это зависит от склада характера. А Толя был рожден до мирных, здоровых радостей. В последнее время он стал понимать, что живет на разрыв. И мог пообразумиться. Жаль, не успел. Откровенный разговор? Что в таких пределах возникают вопросы? Два. Самых маленьких. Кто впутал вашего Шудина? И во что впутал? Рад бы ответить. Антон Петрович. Ну, что поделаешь. Толя был слабовольный, но надежный парень. Не трепло. Вот, видимо, сочетание этих двух качеств и привлекло их. Но они же и создают вам трудности. Нет, ничего конкретного Толя не рассказывал. Слушай, хотел посоветоваться. Куда бы деньги пристроить, а? Ну, как говорится, вложить. Некуда девать? Не, ну, я трачу. Ну, сам понимаешь. По-умному. Ну, ты же знаешь. По-умному хочется. Ну, вот советуешься, да? Ну. А откуда деньги, ты мне не рассказываешь. А советуешься. Я же о другом. Я... Ну, вот по-умному что-то. По-умному, Анатолий. Завязывать тебе пора. Пора, пока не поздно. Поймешь ты это наконец или нет? Напомню одну мелочишку, Антон Петрович. Когда мы впервые обсуждали аварию на шоссе, вы поинтересовались, по дороге туда или обратно? Узнали, что обратно и тотчас смекнули. Крупная сумма. Да? Да. А я смекнул, что товарищ Бардин стал быть в курсе. В самых общих чертах, Павел Павлович. Не больше вашего. Насколько я понимаю, через Анатолия туда шла документация, а оттуда деньги. Ну, какая-нибудь шарашка где-то... По киевскому направлению? Все. Все, дорогие товарищи. Извините, минутная слабость. Вы увлекаетесь чеканкой? То ли нравилось. И долго собирал? С позапрошлого года. Можно не развлекать меня светской беседой, я взяла себя в руки. Галина Степановна, случалось, что ваш муж работал дома с документами? Иногда что-то приносил, заполнял вечерами раза два в месяц. Вы будете делать обыск? Постановление есть, но я думаю, сейчас это не обязательно. Извините. Я пойду мальчишку посмотрю. Не натворил бы чего. Если муж хранил какие-нибудь бумаги, я посмотрел бы с вашего разрешения. Да, пожалуйста. Здесь семейные фотографии, квитанции, письма. Спасибо. Когда в квартире был ремонт? Извините, вопрос о ремонте имеет определенный смысл. Ремонтировали в семьдесят восьмом, как только въехали. А позже муж что-нибудь перестраивал? Собирался оборудовать кухню, но потом реже стал бывать дома и... Понятно. Он не планировал уйти из конторы на другую работу? Нет. Очень вымытался, пока работал техником-смотрителем. Работал за всех круглые сутки. Говорил, что мечтает сидеть на стуле. Даже поступил на заочные курсы счетоводов. И кончил? Кончил. Ах, он знаком с бухгалтерским учетом. Я не знал. Вы садитесь, пожалуйста. Мне легче стоять. Спасибо, спасибо. Мне нужно у вас спросить. Скажите, Толя нанес в стране материальный ущерб? В подобных делах без ущерба трудно. Мой долг как-то возместить, я буду выплачивать. Буду брать дополнительную работу и вносить в государство. Я должна написать заявление? Вряд ли. Это будет справедливо по отношению к вам и тем более к вашему ребенку. Для меня это вопрос чести и самоуважения. В стране не нужно, чтобы вы приговаривали себя к каторжной работе. Оставим идею искупления, Галина Степановна. Следствие продолжается и наша общая задача довести его до конца. Мы ищем в окружении Анатолия человека, который втянул его в темные дела. Бардина можете вычеркнуть. Да-да. Больше никто не приходит на ум. Может быть та женщина, если она требовала денег, то могла толкнуть? Да нет. Она для него немного значила. Чья это работа? Не знаю. Ну, мне пора, Галина Степановна. До свидания. До свидания. Павел Павлович. Вот вы знаете, жизнь такой, как она есть. Скажите, была ли я права? Толя называл меня вечная пионерка. Я теперь все время разговариваю, разговариваю. Ночью напролет. Чтобы понять. Спрашиваю, спрашиваю. И мне кажется, что я слышу, как он отвечает. Иногда он говорит ужасные вещи. Если б не твои железные принципы, ты по уши в иллюзиях. Если б не ты, я бы не убегал из дома, был бы жив. Может быть, я неверно жила и думала. И правы другие, и многие. Нет, не надо. Я должна сама. Все решать сама. Вот, возвращаю вашу чеканку в целости и сохранности. И что скажете? Наше производство. Месяц тому назад, да, ровно месяц тому назад, партия поступила в торговые сети. Сюжет, конечно, не из лучших. Но как декоративное пятно в интерьере. Нас волнует не столько сюжет, сколько возможность махинаций вокруг. Что вы, комбинат чист. Совсем недавно закончилась комплексная ревизия. Все в полном порядке. Могу вам дать акт ревизии, если обещаете вернуть. Вернем. Еще меня просили узнать. Этот цех не в области? Нет, в городе. А за городом у комбината есть склады, базы, филиалы? Нет, нет, все здесь, в городе. А все-таки эта чеканка вертится у меня в голове. Ладно, повесил дома. Ладно, у любовницы. Но на кой шут еще четыре штуки в машине вез? Причем одинаковые. Ну, купил и вез. Может быть он и дарился, подарков всегда цены срывают. Так если бы купил, в магазине бы завернули в оберточную бумагу, а не в газету. А какая газета? «Сельская жизнь» от 25 мая. «Сельская жизнь»? Кстати о селе. Мне не приснилось, что ты брала пробы грунта с колес? Ой, Шурик, я с этими пробами уже людей замучила. Ведь сначала ориентировались на Калужское шоссе. Ну, и никакого толка. А вот если танцевать от Киевского, там есть одно похожее место. И скрываешь от следствия? Я рассказываю. Ну, вот перебиваю. Болтим. Только не ждите никакого волшебного решения проблем. Но в грунте обнаружена примесь химиката, которую употребляют в борьбе с дуговым шелкопрядом. И вот районный лесопатолог. Кто-кто? Ваш лесопатолог, лесной врач. Он участвовал в экспертизе и набросал здесь примерную схему. Вот, смотрите. Шоссе. Так. Лесной массив, который в прошлом году как раз обрабатывали самолеты. До шоссе примерно километров семь. Здесь поле и здесь сосновая роща. А так идет проселочная дорога, которая нас очень устраивает, потому что на днище Волги хвоя тоже была. Значит, через поле, через рощу возраженный массив. А дальше? А дальше, увы, след потерян. Дальше дорога Ветвица после Дубника. Так, единственная дорога на этом участке? Единственное проезжие для легковушек. Тогда здорово, братцы. Тогда мы знаем место, где деньги выехали на шоссе. Да, но откуда выехали? Надо прикинуть на карте этот поворот и радиус поиска. Придется, видно, создавать бригаду. Будем отрабатывать объект за объектом. В поселке предполагать. Долго, Паша. Пока мы набредем на ту шарашку, ее по кирпичику разнесут. Время, Паша, время. А что ты предложишь быстрей? Не вижу, кого еще допрашивать и о чем. Связи Артамонову не доработаны. Нет у него больше связей. Копай вглубь те, что есть. Без драки, без драки. Слушай, Паша, предложу-ка я тебе одного старичка. По профессии часовщик. Когда стал прихварывать, устроился завтехотделом в эту самую починку времени от населения. Три года на пенсии. Очень прелестный старичок. Чем? Во-первых, АП. Во-вторых, имеет песика родного сына Артамоновской фан. Ты опять с этим Щепкин? Опять, Паша, купи, недорого отдам. Лежал и товар, Павел Павлович. Лежал, его не берем. Обижаешь, начальник. Да нет, я серьезно, братцы. За всю свою жизнь он ни разу не привлекался. Но думаю, что и участвовал, и состоял. В перемешку с часовым делом немало крутился в артелях. Так что знакомства могли сохраниться. Ого-го. Мне он понравился с первого взгляда. А тебе много кто нравился? И обойщик дверей, и муж сестры, и еще какой-то беглый на даче. Саша, ну, допустим, даже все на свете ему известно. Дальше. Присаживайтесь, пожалуйста, товарищ Щепкин, говорю я. Будьте любезны, просветите. Нам надо бы узнать следующие фактики. Или как? Нет. Будьте любезны, товарищ Щепкин. И не на цыпочках, а с ходу прыжком. Не надо узнать. А мы знаем, чем рискуем, в конце концов. Твоя чеканка, Зинин Поворотик и мой старичок. Ну? Идет? Оформи в срочном порядке. Понял. Так, а эту справку свези кому договаривались. И не позже завтрашнего утра. Время еще терпит. Нет, следствие завершается. Пора подбирать концы. Ну ладно, ладно. Так, где то, что я просил? Ага, сейчас. Вот. Я пару звоночков. Не возражаешь? Так. Вы заняты и заняты. Как вам нравятся эти изделия, Алексей Прокопович? Лично я подобным штукам равнодушен. Даже если ехать по Киевскому шоссе, а потом свернуть налево возле деревни Сосновка? Нет. У меня просто другие эстетические критерии. Я часовщик. Но с большим опытом организации всяких артелей и т.п. Не так ли? Ну и что? Констатация характерного факта. Кстати, не менее характерно, что вы проигнорировали мой предыдущий вопрос. Это психологическая ошибка, Алексей Прокопович. Если бы вы не поняли его подоплеку, вы непременно бы задали встречный вопрос. Причем здесь Киевское шоссе и какая-то деревня. Не понимаю. Просто не понимаю. Какая подоплека? Хотя бы вот это. Не к лицу нам с вами в кошки-мышки играть, Алексей Прокопович. Взрослые люди. Воображаете, что обложили меня? Изобличили. Для того, чтобы так разговаривать со мной, молодой человек, вам еще носом землю пахать и пахать. Минуточку. Сейчас. Вот. Да. Да, молодые люди. Вам еще пахать и пахать носами. Но вы находитесь в исключительном положении, потому что мне категорически запрещено волноваться. Прописаны положительные эмоции и юмор. Да. Все-таки, как-никак, два инфаркта это обязывает. Ну что ж, сидеть и ждать и волноваться. Может быть, что-то у вас получится у этих двух энергичных молодых людей. Ждать с тревогой – это очень опасно. Мой доктор сочинил мудрую присказку на аварийный случай. «На кой без мне этот стресс?» Вот сейчас. «На кой мне без этот стресс?» «На кой без мне этот стресс?» Вот и все. Все великолепно. Итак, по-деловому, по-дружески. Я облегчу вам жизнь, а вы облегчите мне остаток, великолепный остаток моей жизни. Давайте не торговаться. Неподходящее место. Храм правосудия. Да, инспектор. Слушай, вы в таком возрасте, что еще верите в свое дело на земле. Но люди всегда будут стараться обойти закон. А другие будут за него бороться. Верно. Диалектика жизни. Парадокс. Смешно. Ситуация вынуждает меня вам помочь. Хотя, по моим представлениям, ничего такого бесспорного против меня не может быть. А, разве только собачка. Кстати, Папович, это теперь новое веяние. Это что, отягчающее обстоятельство или смягчающее? Смягчающее. По крайней мере, с моей точки зрения. Вот с этим человеком я буду говорить. Вот так, инспектор. Ближе к делу, а? Нет, торопиться не надо. Торопиться вредно и спорить вредно. Просто беда. Так вот, Павел Павлович, скромно. Я хотел бы сегодня уехать домой. Ну, а в последующем умереть в своей собственной постели под наблюдением моего любимого доктора. Потому что, сами понимаете, что это в камере душно, жестко. Потом эти посторонние люди. Это ужасно. Вот. А на моей стороне чистосердечное признание. Ну, что же еще? Собачка. Почтенный волос. Два инфаркта. И прочие тяжкие недуги. Приплюсуйте еще и добровольную щедрость, Алексей Прокопович. То есть, Алексей Прокопович. Вот почему он такой мелочный, я не понимаю. Объясните. Александр Николаевич прав. Да. Помилыч, это же грабеж. Зачем? Зачем мне это? Без этот стресс. Пропади, а не пропадом. Но тогда уже без лишних волнений. Без лишних волнений. Я укажу. Где. И изымайте без меня. Умоляю, без меня. Здоровье дороже всего. Кстати, где можно получить документы о состоянии вашего здоровья? Сейчас. Все, тут всегда со мной. Богатейший ассортимент. И все без либо? Увы. Честно приобрел на стезях порока и излишеств. Да. Я пожил со смаком инспектора. Все имел, все испробовал. Между прочим, там наверху телефоны для проверки. Я доложу прокурору. И объясните прокурору, чтобы дать показания, мне нужно дожить до суда. Это и в его интересах. Никитин. Никитин. Человек. Несдержанный. Еще нарвешься на оскорбление. Да. Нужные сведения пока у меня. Вам надо беречь меня, как зеницу ока. Пушинки сдувать. Да, да. На кой без? Хотя, да. Я не понимаю, это нелегально, что ли? Помелуй, Толя, как можно. Все официально оформлено. Средства перечисляются через банку. Это грандиозная комбинация, гениальная комбинация. Посмотри. Деньги из ничего. Да, сила. Сила, сила. Алексей Прокопыч, ваш столик готов. Таненька, спасибо. Спасибо. Ну, пошли. Пошли, пошли. Субтитры подогнал Игорь Негода. Как видишь, я на пенсии не скучаю. Устраивайся. Твоё здоровье. Мы эту песню в сердце сберегли. Мы эту песню в сердце сберегли. Твоё здоровье. Твоё здоровье. Твоё здоровье. Субтитры подогнал. Это грибочки в сметане, Толя. Попробуй. Надо же, игрушечные какие-то кастрюлечки. Ешь, ешь. А теперь расскажи, как ты живешь. Жена, сын. Нормально. Мишка уже болтает. Да что ты. У меня все хорошо, Алексей Прокуревич. Рад, рад слышать, рад. Ешь, как? Вкусно. Ага. Ну расскажи, как ты время проводишь. А, обыкновенно. Что значит обыкновенно? Ты расскажи. Вот как. Ну так. Утром встал, пацана в ясли, в садик. На работу, с работы пацана забрал. Ужин, телевизор. Телевизор хорошо. Иногда к тёще, иногда к Галкиной сестре. Я теперь свободен. Что такое? Машину довёл. Руки развязаны. Молодец. Молодец. Вот. Ну как, погода хорошая, выходной я своих в парк, за город. Зимой же не поездишь. Днище сгниёт. Ну эти, дверь отбиваем, знаете. Всё правильно. Толик, тебе цель нужна, а не то, что руки развязаны. Что ты? Ну скажи спасибо, кто стукнет, крыло помнёт. Чего? Ну опять будешь в пределе. Ну шучу, шучу. Ладно. Налей себе и мне, тост произнесу. Хороша цыпочка. Да ничего. Ну если мою Галку так одеть, намазать, она тоже. Красивее, красивее будет, красивее. Галина ведь прекрасная женщина, только совсем в другом роде. Немного монашка, а? Да, есть немного. А Толик, это для радости и для греха. Ох, не умею. Ну да ладно, ладно, ладно. Ладно, я тост хотел. Так вот, за тебя, замечательного парня. Да ну? Именно замечательного. Начал собирать машину. Кто-нибудь верил? Ага, вот то-то. А ты можешь сказать из металлолома игрушку. Так вот, за твой талант, за смекалку, за упорство. За прошлой победой и за будущее. Снова закружилась голова. Никуда мне от тебя не деться. Древние, как мир, слава. Лишь одна любовь, всегда права. Жив огонь, любимая себе. Так вот, за счастье, как небо и земля. Пламени, небо, нам вечно греться. И тебя не пробовал, и теперь. Все пути берут меня в тене. Вместе мы с тобой, как ночь и день. Как сад и дождь, как небо и земля. Да, вроде цит был. Тут не хочешь, досидишь. Разлив, да. Правильно, хорошо. Так, спасибо, Татьич. Ну, ешь на здоровье. Как тебе? Нравится вот этот здешний климат? Кому же не понравится. А ты думаешь, что это не про тебя писано? Не в свои сани, да? Конечно, Алексей Погольевич. Спасибо, что с собой взяли. Давайте, за ваше здоровье. Это лучший тост на свете, Толя. Сильный. Попаятельный. Рукам цены нет. Трезвые головы на плечах. Да такой парень должен иметь все. Все! А ты что, прозябаешь? Вместе мы с тобой, как ночь и день. Как сад и дождь, как небо и земля. Пусть весенний день не обращает тень. Любовь моя. Пусть весенний день не обращает тень. Любовь моя. Так, думаешь, пустые нотации читаю? Нет, Толя, совершенно конкретно. В организации, про которую рассказывал, есть вакансия. Предлагаю тебе. Это, ну, по-самместительству. Финансовая сторона дела и отчетность. Дело нехитрое. Алексей Прокрович, а почему вдруг я? Потому что ты мне нравишься. И потому что необходим абсолютно порядочный, верный человек. Да нет, я никогда ничем таким. Что-что? Что таким? Галкиной сестры муж. Ну? Он в молодости валютой баловался. Ну и что? Ну и попал куда положено. Не ясно. Да, зарекся, хоть о золоти говорит. Но он же имел, Толя. Он же успел взять от жизни. Учти, учти. А потом это совсем другое дело. Неужели бы я стал заниматься чем-нибудь опасным? Да я тоже так думаю. Возраст все-таки. А, да, да, да. Вот, вот. Мозги зудят. Закисать не дают. Только этим и держусь. Главное, Толя, не закисать. Вот поэтому я тебе предлагаю перспективу. Алексей Прокопыч, не по мне это все. Откуда ты знаешь? А что, пробовал? Или что? Может быть, эти моральные соображения, да? Ну, тогда ты меня совсем не понял. Да нет. Я понял. Ну, странно как-то. Что странно? Что странно? Ведь я излагал это юмористически. Думал, что все ясно. Пойми, практически вреда никому. А польза, помощь людям огромная. Ну, и себе, конечно. В общем, через полгода пойдешь покупать Волгу. Полгода? Ну, во всяком случае, месяцев девять, гарантированно. А потом Волгу можешь на что-то другое обменивать. Да, кстати, у меня есть один знакомый, которому Мерседес. Ну, почему он стоит на приколе? Он сам ничего делать не умеет. Ну, вот что-то забарахлило, сейчас же в автосервис, а тот жилы тянет. Я тебя свезу к нему, обязательно. Обязательно. Так вот. Тулечка. Хочешь? Двести восьмидесятый Мерс. Двести восьмидесятый? С ума сойти можно. Да за это же можно душу продать. А зачем? Она при тебе душа останется. Ты выпей кофейку. Алексей Прокопович. Да? Подумать надо. А ты подумай. Подумай, никто же не торопит. Подумай. Какая красота. И воздух. Благодать. Первый поворот направо. Да. Первый поворот направо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прошу... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... с использованием труда колхозников. А, да, разумеется, в свободное время. Так? Фиктивную мастерскую. Что именно было фиктивно? Все. Все, кроме договора. Конечно. Конечно, все. Все. Все фиктивно. Кроме договора. В протоколе допроса подробно записано. Сейчас для очной ставки прошу повторить кратко. Приобреталась партия чеканки. Клеился новый ярлычок. Изготовлен цехом народных промыслов. И снова продавался. Ну, естественно, подороже. Потому что народное творчество в цене. 15% от оборота поступало в колхозную кассу. Количество рабочих. В такие подробности я не вникал. На данный момент 150 человек. Но две трети мертвые души. За них получали они. Организаторы. Остальное мои мужики по 200 в месяц. Ну и две старухи. Клеили этикетки. Я имел ли скромную ренту? За идею и за мелкие консультации. Ты... К моим рукам копейки, проклятые, не прилипло. Зайдите в избу, увидите. Размеры скромной ренты вам известны? Нет. Сколько вам себе, сколько кому не знаю. Чем еще занималась так называемая мастерская? Ну, это у них надо спросить. Выбивали где-то листовой металл. Под нашу нужду. Помогите ему колхозу, а не Черноземье. Меняли на другой дефицит. Торговали. Ну, наверное, спекулировали. А я им доверенности не давал. И чистых бланков с подписью. И чистых бланков. Втянули в такое, в такую. Товарищ следователь, у меня маленький вопрос по существу. Да. Иван Тихонович, скажите, что вас принуждали? М? Может быть, вас били? Или подвешивали за ноги? Еще чего не хватало? Ну, вот видите. Я предложил, вы согласились. Я прошу, чтобы это было в протоколе. В протоколе все будет. Согласился. Почему? Со всех сторон, за горло, ведь сельхозтехника взошло, из-под нее не взошло. Гони наличные. Районная сельхозхимия. От вредителей посыпала. За место поля в пруд снесло. Все равно плати. Мы тут приехали. В самый пиковый момент Щепкин и еще один из района. Знали, когда спасатели. Фамилия человека из района. Лучков. Уже сидит, сволочь, за взятки. От тебя, говорит, требуется только одно. Вывеска и подпись. Начинал оставить с малого, с 30 человек. Думал дыры залатать. Людей закрепить твердой зарплатой, чтобы не разбегались. Эта чертова мастерская пошла пухнуть, не удержишь. Ну что, товарищ инспектор БХСС, у вас по существу злоупотребление. Есть дополнительные вопросы? Все ясно, Попалыч. Вопросов больше нет. Тогда следующий вопрос. Артамонов вам известен, товарищ Никитин? Понятно, и известен. Чем он здесь занимался? Вел эту Филькину отчетность. Выдавал жалования мужичкам. Ну и, в общем, как бухгалтер и кассир. Когда он здесь был последний раз? Да в тот самый день. С какой целью? Ну, как обычно. Снял с нашего счета в банке деньги, часть завез моим работничкам. Остальное поехало дальше. Расшифруйте, пожалуйста, остальное. Оформлено было как оплата сырья, транспорта, ну и то, что причиталось на мертвых душ. Слушай, вы лично видели тогда Артамонова? Разговаривали? Да, разговаривали. Вон, там встретились. КПППП КППП Hunger КПП Привет, бабуся. Привет, дедуся. Как производительность труда? Дурацкое дело нехитрое. Ну и что у нас тут на сегодня? Кажись, ёлка. Не, дякую скоромыслом. Будешь брать? Для коллекции. Добрый день, Иван Тихонович. Дела идут. Контора клеит. Здравствуй. До шоссе подбросишь? С удовольствием. Ироды. Не важны настроения? Чего радоваться? Природа, погода. Коровы вон мучат. Как в детстве. Мучат, потому что доить давно пора. Всё раскачивается. Всё равно, Иван Тихонович, у вас тут рай. А в городе меня тоже настроение заедает, хоть вой. А тут как-то даже забываюсь. Ну, там тоже рай. Твою получку празднуют. Благодетели, почтения. Слушай, шёл бы ты, Тимофей. Нет, желаю. Манная ты наша небесная. Кормилец наш и паилец. Ручку, пожалуйста. Брезвуешь. Не уважаешь? Я бригадир, если хочешь. А ты кто? Тимофей! Ты лучший полевод был. Теперь вот. Теперь зитья в шабашнике подались, а этот у тебя за троих гребёт. На работу уж не дозовёшься. Рай, простор. Деревни это люди, скот, поля, хлеб насущные. Они цветочки, грибочки. Ты полями-то ехал, много работают? От дурных денег всё пошло в разнос. Ну, что ты, Иван Тихонович? Клуб-то построили. Клуб-клуб. Он вчера, агроном, друг, уехал. Разлагайтесь, говорит, без меня, к чёртовой бабушке. Попадает в деревню. Ну, что ж теперь, закрыть лавочку? Теперь закроешь. Я пробовал. Тихонович! Тихонович! Ну, что, что случилось? Тихонович, электричества нету. Дойка стала, коровы ревут. А движок? Господи, ты лазька, пьяный механик, вон движок запорол. Ивна, баб, всех баб на ферму бегом доить вручную. Я сейчас сраблю. Иван Тихонович, я попробую движок. Может, помогу. Ты мне починишь движок, спасибо уж, помогли. А сейчас вот перегорит молоко, и всё стадо хоть под нож пускай. Нам бы заранее, так ведь, за версту бы не подпустил. Поставил бы на горке пулемёт против севшей породы. До последнего патрона. До последнего. Ну, выходит, и у вас тупик. И как же вы, Иван Тихонович? Ну, как же вы живёте? А верой да надеждой. А вось дождусь, как всякую погонь с корнем. А нет, так сел бы в твой красивый автомобильчик, врубил скорость, закрыл глаза. Не стал бы никуда сворачивать. Сил нет, понимаешь? Всё сворачивать. Сил нет, сворачивать. Везде сворачивать. И... КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наша слухба и опасна, и трудна, И на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой Честно жить не хочет, Значит, с ними нам вести незримый бой, Так назначена судьбой для нас с тобой Служба дни и ночи. Если где-то человек попал в беду, Мы поможем, мы все время на посту. Ну, а если вдруг кому-нибудь из нас Тоже станет туго, Что ж друг друга выручали мы не раз, И не раз согрело нас в тяжелый час Сердце, сердце друга. Часто слышим мы упреки от родных, Что работаем почти без выходных, Что разлуки нескончаемы порой Встречи ненадолго, Только снова поднимает нас зарей И уводит за собой незримый бой Наши чувства долга. КОНЕЦ КОНЕЦ Наша служба и опасна, и трудна, И на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-кде у нас порой Честно жить не хочет, Значит, с ними нам вести незримый бой Так назначена судьбой для нас с тобой Служба дни и ночи. Значит, с ними нам вести незримый бой Так назначена судьбой для нас с тобой Служба дни и ночи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!